Добрый день, дорогие друзья! Сегодня немножечко хочу дополнить ту информацию про халюкс вальгус, которую я уже когда-то давно давал. Теме болезней в Школе Здорового мы посвятим целый вебинар. Рекомендую его посмотреть. Оставляю ссылочку в описании под этим видео. Халюкс вальгус – это латинское название искривления, когда большой палец ноги уходит сюда, в сторону второго, третьего пальцев. И получается вот такое искривление пальцев на ноге. Но понятное дело, что кость стоит так, как ее держат мышцы. И я всегда говорил, что причиной этого является именно то, что напрягаются мышцы, которые внутри между первым и вторым пальцем. Они стягивают первый палец ко всем остальным. И именно их напряжение и приводит к такому положению косточки вот этой большого пальца. И, естественно, начинает расти кость, которая в стороне здесь. И людей это больше беспокоит не ушедший палец, а именно рост этой кости. Но вторичен. Это я уже давно рассказывал. Ну и понятное дело, что, соответственно, раз причиной является напряжение этой мышцы, нужно расслабить эту мышцу. И тогда косточка выпрямляется и перестает расти вот эта кость. И, соответственно, уже проблем не возникает. Я показывал там, как растяжки эти делать в трех положениях. Это все не проблема, не сложно. Сейчас я хочу добавить к этому еще то, что тоже узнал не так давно сам. Дело в том, что причиной того, что появляется вот это напряжение здесь, и палец большой начинает уходить в сторону, является как раз то, что возникает поперечная плоскостопие. То есть мы помним, что у нас стопа имеет свод продольный и она имеет свод поперечный. Вот причиной расслабления свода продольного является перенапряжение икроножной мышцы, а причиной уплощения поперечного свода является перенапряжение малоберцовой мышцы. То есть у нас на передней поверхности голени находится малоберцовая мышца. И вот когда она перенапряжена, у нас поперечный свод стопы уплощается, возникает поперечная плоскостопие. И вот именно вот это положение поперечного плоскостопия и приводит к тому, что большой палец начинает уходить в сторону всех остальных пальцев. Вот причина, как бы первичная причина напряжения вот этих мышц. Соответственно, в этой ситуации мало просто растягивать эти мышцы, расслаблять их. Надо еще расслабить малоберцовую мышцу, которая вызывает поперечное плоскостопие. Тогда вы уберете причину вот этого халюкс вальгус. Вот, дорогие друзья, как обстоит дело. Этим я и хотел с вами поделиться. Благодарю вас. Напоминаю, что ваши лайки моя самая большая награда. Не жарничайте. Ставьте их, пожалуйста. А также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья. Продолжение следует...